доброго времени суток друзья я просыпаюсь в старом разрушенном автобусе на задворках автобусного парка потому как я вернулся на проект red age в этом штате меня не было больше двух месяцев за это время очень много чего изменилось не изменился только я можно сказать что мне придется начинать все сначала если кто смотрел предыдущие обзоры этого проекта то здесь у меня был дом была машина была работа мне удалось достичь третьего уровня и я работал в автобусном парке где теперь ночую потом я перешел на работу почтальона и ездил на мотороллере развозил посылки все это сейчас видно сверху только всего этого уже нету за неуплату я так понимаю меня выгнали из дома наверное за то же самое выгнали из работы контора в которую я развозил посылки переехала в старом месте и больше нету нет я иду по новому адресу наверное сюда меня возьмут давайте попробуем такое знаете тревожное чувство если меня сейчас не возьмут то придется бежать обратно в мэрию нет рабочее место за мной осталось смотрите к замечательно пойдемте брать транспорт блин а здесь нас ждет еще один сюрпризик больше никаких мотороллеров теперь вот такие вот мини куперы дают замечательно слушайте не только адрес поменялся а еще и машины теперь дают другие не то что дают другие машины теперь вообще все в корне поменялось эта штука гораздо интереснее чем гонять на роллере и выглядит приятно не поменялся только сам принцип работает от все те же доставки но в общем так этого у меня никогда претензий не было я даже уволился с автобусного парка чтобы устроиться вот на эту работу хотя она считается более низкая то есть работа водителя автобуса как бы более высокий класс там но мне она не понравилась потому что она скучная там все время один и тот же маршрут сколько я не пытался поменять маршрут мне никогда его не меняли я так по одному маршруту все время ездил ездил и в общем то в какой-то момент мне это все надоело и я уволился и устроился вот сюда но раньше здесь были мопетки и на мопетки конечно не так приятно было на машинке я вам скажу вообще но это другие ощущения во первых какая то есть хотя бы уверенность да ну все таки это четыре колеса не разобьешься ну и доставка вот этих вот посылок мне всегда нравилось жаль что это конечно ну как бы так тоже такая считается начальная работа и тут особо денег не заработаешь хотя хотелось бы конечно подзаработать чего-то потому что ну как видите денег у меня не очень много и я еще хотел попробовать когда еще на мотороллерах здесь ездил хотел попробовать поработать на этой работе на своей машине если кто помнит то у меня была своя машина такая лохматка черненькая но она все-таки у меня была я все время хотел думал не буду я на этом мотороллере гонять я поезжу на своей машине но к сожалению машина у меня теперь тоже нету меня выгнали и как из дому так и Видимо, забрали у меня эту машину Не знаю, по какой причине Ну, скорее всего, потому что я долго не приходил Меня долго не было За квартиру тут надо платить, а я ничего не платил Поэтому меня выгнали из дома И забрали и машину Машину тоже покупал не я, мне ее покупал человек Который мне предложил жилье это Поэтому сейчас у меня нет ни жилья, ни машины И на это все нам сейчас предстоит заработать Ну и еще один плюс Вот этой вот работы почтальона Тем, что, как вы видите, я могу ездить Смотреть какие-то районы, которые мне нравятся Ну и прицениваться по стоимости недвижимости На этом проекте Поэтому, ну, это все-таки лучше Потому что, когда я работал на автобусе Там с маршрута не сойдешь Там надо строго ехать по маршруту Ты ничего, в принципе, и не видишь И невозможно посмотреть на цены Я даже деньги ложил в банкомат На остановках останавливался Выбегал, ложил деньги в банкомат Забегал обратно в автобус И так продолжал дальше по маршруту Ну, скучно ездить по маршруту А здесь я вижу районы Я знаю уже примерно, куда я хочу переехать Переехать я хочу подальше от города Куда-нибудь в пригород Но так, чтобы где-то рядом была какая-то работа Какая-то занятость Ну, это мы еще посмотрим вперед Сейчас у нас одна задача Заработать денег и повысить свой опыт Чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу Следующая работа здесь техника И вот хотелось бы устроиться техником Не знаю, что за работа Но мы это все еще посмотрим Ну, и вот сейчас я показал Как вы могли заметить Все-таки мне удалось дойти до четвертого уровня Ну и все, тогда что? Надо ехать увольняться с этой должности И уже устраиваться на другую Едем мы к ратуше Ну, здесь, как всегда, вся стоянка забита Ну, ладно, надо припарковаться И пойдемте уже, наверное, устроимся на новую работу Потому что, ну, действительно, надо заработать денег Ну, и надо сказать, что не очень я доволен местным законодательством По поводу трудоустройства через мэрию Это так проблематично, что ли Постоянно надо ездить сюда Не очень мне это нравится Почему нельзя было бы сделать, чтобы я увольнялся прямо там Через непосредственно свое руководство Не знаю Ну, вот такая вот схема Поэтому приходится все время ездить сюда Ну, и давайте уже посмотрим Да, вот я работаю на данный момент почтальоном И у нас открылась возможность работать техником Ну, если быть уж совсем точным То не техником, а автомехаником Ну, давайте возьмем эту работу А вот тут надо опять пробомбить на местное законодательство Для того, чтобы уволиться Мне надо вернуться на мою старую работу Там уволиться Прийти сюда Здесь устроиться на новую работу Блин Надо устроить забастовку нафиг И отменить такое правило Ну, вот зато то, что мне нравится На этом проекте, в этом штате Это то, что здесь везде разбросаны точки аренды транспорта Вообще беспроблемно Единственная хрень, конечно Их невозможно понять, где они находятся То есть на карте они не отмечены Как-то, может быть, через планшет надо их искать Или через телефон Я не заморачивался Но их здесь реально дохрена Вопросов с передвижением нет никаких вообще Единственный, конечно, косячок Что это здорово убивает работу таксистам Ну, в принципе, мне наплевать Мне нравится Ну и вот, наверное, вы слышали Ко мне подъехал парнишка Он работает в полиции И подарил мне кучу одежды Я, конечно, для приличи ее одел Ну, скажу вам Одежда какая-то педикоподобная Поэтому мне она не очень понравилась Я, как только он отъехал, сразу же переоделся в свое старое Что-то даже в игре мне не хочется носить Обтянутые колготки Но тапки он мне подарил дорогие Такие тапки на этом проекте стоят двадцатку Ну, двадцать тысяч это здесь много Это пол дома Ну, как говорится, одаренному коню в зубы не смотрится Спасибо парнишке на этом Оставлю в доме Когда куплю себе дом Ну, и вот я уже добрался до новой работы Как видим, машину тоже надо арендовать Уже на самом деле Надоело мне за все платить Ну, ладно, все Как бы считается Я устроился на работу Ничего не высвечивается, как вы видите Что мне делать, я особо не понимаю Ну, судя по предупреждению Из машины мне выходить нельзя Начальства я нигде не вижу У кого брать задания, что мне делать Я, честно говоря, не знаю Но придется обратиться к местным жителям, наверное И расспросить у них Ну, и тут я сам тупанул Парнишка, уезжая, сказал мне Ты там много не заработаешь И мне надо было бы у него, конечно же, спросить А в чем причина-то? Что вообще здесь надо делать? Ну, и вообще расспросить у него про эту работу Но я что-то тупанул с этой одеждой Не подумал вообще Ну, ладно, здесь рядышком, вот слева Находится полицейское управление Здесь-то я сейчас и узнаю Работа Чинить машины, брат Смотри, нет Смотри, нажми F10 Там команды будут Ищи для автомехаников команды Там заправить, починить машину Вот Я нашу, брат Ну и вот У местных жителей я узнал Что, оказывается, в моей должности Входит чинить поломанные машины И заправлять топливом Ну, скажу вам, друзья Это хуже, чем в такси Ждать, когда кто-нибудь сломает машину А ее здесь сломать невозможно Или у кого-то кончится бензин Ну, это серьезно Это хуже, чем в такси Я не дождусь этого никогда Из-за дурацкой системы Что надо здесь сидеть на карте И ждать Просто время Я провел здесь, конечно же Очень много этого времени Пока дождешься И у тебя качнется уровень И тому подобное Здесь уровни качаются От времени, проведенного на карте Поэтому Я здесь провел много времени И я за все это время Никогда не обращался к механику У меня даже мысли такой не было По той простой причине Что машину на этом проекте Убить практически невозможно Ну, наверное, если гранату зашвырнуть Или там с гранатометра шварахнуть Может быть, тогда ее и можно Там из автомата расстрелять Вот только так вот И то есть небольшой лайфхак Если зайти в какое-нибудь здание В которое ты заходишь путем телепортации То есть, как, например, в ратушу Ты телепортируешься на второй этаж Или на какой-то этаж И возвращаешься обратно Машина будет у тебя уже починена В идеальном состоянии Это раз Второе Продается канистра с бензином То есть, бензин тебе тоже не надо вызывать никого Он продается на любой заправке По-моему, даже в магазинах есть Но это, как говорится, не точно Поэтому, ну, это работа Ну, наихудшая На мой взгляд На этом проекте Зря я только Качал этот уровень Блин, и теперь я очень сильно Об этом жалею На самом деле И это бы тоже информация Была бы неплоха для разработчика Это самая худшая работа Просто, ну, самая дебильнутая работа И скажу честно Вот за все время Что я здесь Профыкашил Пробегал Просто, ну, ждал Когда время прокачается Я не видел ни одного техника Вообще никто не ездит Иногда можно увидеть таксиста Неопытного Который влезет Не в свое дело Подумая, что может что-то заработать Но Таксистов здесь тоже очень мало А техников нету вообще Здесь никто не работает техником И теперь я понимаю, почему Вторая Это, как вы уже, наверное, сейчас заметили Здесь надо вписывать команды То есть, чтобы оплатили счет Чтобы выставить счет Надо вписывать в чате команды То есть, мы возвращаемся Обратно в каменный век Ну, я хрен знает В общем, я не хочу Работать на этой работе Настроение на ноль Скажу честно Ну, и в качестве успокоения Поеду искать себе дом Как я уже говорил Дом я хочу купить Где-нибудь вдали от города Ну, в сельской местности В каком-нибудь таком Ну, провинциальном городишке Вот типа этого Ну, и вот такие вот домики Я рассматриваю Я хочу купить домик отдельный Не хочу покупать в общежитии Вот такой домик стоит 60 тысяч Ну, это дом на двоих, как видите А я хочу, чтобы было отдельное строение Ну, как бы свой собственный домик Здесь очень много И в городе очень много Ну, и здесь тоже присутствует Такое социальное жилье, что ли Так сказать Там 30-40 тысяч стоит Ну, 40 в основном стоимость Это вот дома, в которых много квартир И там, в общем-то, можно себе купить И на этом сэкономить Но мне хочется собственный домик Мне вот приглянулся вот этот И, наверное, мы к нему еще вернемся Ну, а вот рядом так называемое Социальное жилье Это многоквартирный дом, как вы видите Да, вот тут стоит 40 тысяч Но вот такой я не хочу Там нету ни гаража Есть только парковка Ну, и вообще как-то Хочется что-то такое свое Уединенное А в этом городишке их немного Есть еще вот такой же домик Но по цене он как тот Который мы только что проехали А выглядит, если честно, как говно Поэтому давайте вернемся к тому дому Который я вам первым показал Ну, а вот и этот домик Он за заборчиком У него есть задний двор Своё крылечко Ну, и он выглядит более-менее Да, внутри эти дома, в принципе, как и по цене Так и по дизайну одинаковые Но мне все равно нравится вот этот Давайте его и купим Включаем телефон Купить и все Вуаля, это дом мой Внутри дом, как видите, выглядит симпатично Это не какая-то разруха Кстати, дом за 40 тысяч Да, конечно, можно было бы сэкономить Двадцатку Но в доме за 40 тысяч Всего одно машиноместо И там такая Ну, не очень симпатичная атмосферка внутри Здесь, как видите, так Ну, замечательно Пока мы можем только спать И сидеть в этом доме Для того, чтобы взаимодействовать еще с чем-то Нам надо купить мебель Мебель покупается через телефон Как бы уже с доставкой на дом Ну, а гараж находится рядом с домом К сожалению, нету Как бы самого гаража Есть только вот такое пятно Но это тема Всей игры, в общем-то Всего, всей ГТАшки Здесь нету, как вот в той же армии Там текстурированного гаража Нет, здесь все это выглядит вот так вот И гаражи, по-моему, есть трех или четырех видов Ну, вот у меня такой гараж Да, темноватый В домах, где стоимость побольше Повыше уровень Там, конечно, гаражи посимпатичнее Ну, у меня вот пока такой Ну, а сам городок, вы видите Спокойное местечко Тихое, недалеко от моря Замечательно Мне, на самом деле, очень нравится Но сейчас нам надо пойти И заплатить налоги за недвижимость Но перед этим зайдем посмотрим Здесь, в нашем городишке Есть магазин автомобилей И посмотрим, какие машинки здесь есть И на что вообще надо рассчитывать Ну, вот такая машинка у меня раньше была К сожалению, теперь у меня ее нету И, как мы видим, стоит она 12 тысяч Но точно такая же машина в хорошем исполнении То есть, гладенько покрашена Почему-то стоит 11 тысяч Ну, сейчас вы это увидите Ну, и вы, в общем-то, вот весь список машин И, кстати, прикольно сделан магазин Да, так и покрасочки отдельно выведены И все необходимые информации есть Можно выбрать по цене Можно выбрать по, видите, скорости Ну, здорово, прикольно сделан магазин Мне понравилось Ну, и вот как раз та самая машина Как видите, выглядит она хорошо Блестит А стоит она дешевле Непонятно, почему так Ну, в общем, нам надо сейчас заработать Как минимум 11 тысяч Вот она, видите, старенькая и новенькая Разница почему-то в цене Не знаю, почему Ведь старая выглядит хуже А почему она стоит дороже Ну, в общем, нам все равно Надо будет выбрать какую-то из этих машин И ее купить Потому что теперь я живу далеко от города И добираться мне как-то все равно туда надо Ну, а теперь вот к банкоматам Здесь в этом городе есть все Есть и работа, и магазины, и автомагазины, и банкоматы Здесь есть все Ну, и вот здесь мы выбираем раздел, вернее, недвижимость И вот тут написано Баланс и максимальное Что на самом деле это обозначает, я не знаю Ну, я просто буду ложить денег Ну, сколько позволит мне положить Столько и буду ложить Менюшка не очень понятная Что обозначается баланс Что обозначает максимум Непонятно абсолютно Ну, и еще одна беда этого банкомата Это то, что нельзя перевестись со счета на счет То есть мне нужно зайти на свой счет Снять нужное количество денег Опять зайти в банкомат Пополнить налог на недвижимость Выйти И опять положить деньги на свой счет Ну, так, бредоподобно это все звучит Но это вот выглядит так Нельзя сразу же с карточки оплатить налог за недвижимость Нужно обязательно иметь наличку Чушь, но так оно сделано Ну, в общем, я оплачиваю И все, возвращаемся к моему дому Ну, и пока вот я иду домой Можно заметить, что слева от меня стоит база инкассаторов То есть работа вообще под боком Тут же недалеко находится и база дальнобойщиков В общем-то это и был тот самый критерий По которому я подбирал себе жилье Чтоб все было под боком и подальше от города Так оно у меня и сложилось Но, к сожалению, не сложилось с работой Я ждал-ждал этого уровня А работа оказалась полное дерьмо Ну, мне придется вернуться Либо в автобусный парк Либо обратно на почту Другого варианта я не вижу Ну, а следующий уровень, чтобы прокачать Мне нужно потратить 15 часов Когда выйдет следующая серия Теперь я уже даже не знаю Ну, а на этом у меня, наверное, все, ребята Спасибо всем, кто посмотрел Увидимся в следующем видео Ну, и всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok